Этот предмет особенную радость вызывает, потому что очевидно, что это трофейный предмет, французский бульдог. То есть он за трофеем был. То есть, видимо, немцу не повезло на нашей земле, а у наших солдата вот такое вот в бою приобрели. Поэтому, когда такие предметы в глухих местах находишь, понимаешь, что вот это живые люди, вот они. Прикасаешься просто с ними, представляешь, как это их образы. Металлический чехол для спичечного коробка, один из артефактов Великой Отечественной войны, пополнил экспозицию музея Республиканского управления Следственного комитета весной этого года, после экспедиции в Новгородчину. Иван Коробов окунулся с головой в поисковое движение в начале нулевых, когда был еще студентом. Ежегодно выезжал на раскопки в составе республиканского отряда «Северная звезда». С 2019-го к этой благородной миссии поиска и захоронения павших бойцов Советской армии стали активно присоединяться и его коллеги. Количество добровольцев состава Следственного управления все круг расширялся, больше людей хотелось к нам ехать, поэтому приняли решение в прошлом году, в 2023 году, создать на базе нашего Следственного управления поисковый отряд, куда входят сотрудники Следственного управления, ну и наши коллеги, в частности, вот с МВД. Название выбрали на общем собрании, пришли ко мнению, что отряд будет называться «Хранители», поскольку мы право о «Хранителе» и «Хранителе памяти». В экспедицию под Старую Русу, где шли ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда, 12 бойцов отряда «Хранители» отправились в конце апреля. К этому времени в лесу уже полностью сходит снег, но еще нет травы и гнуса, которые мешают проводить раскопки. Именно там, под слоем корней и грунта, и лежат так называемые верховые бойцы Красной Армии, которых в свое время не смогли по-человечески похоронить. Весна в этом году выдалась экстремально холодная, сначала снежная, затем дождливая, но это поисковиков не остановило. Первый раз лагерь ставили, все очень устали, промокли, замерзли, поставили тент маломальской костровой, разожгли костер. В любой другой стране или еще где-то люди бы там кто-то что-то отчаялся и начал плакать, а у нас один из бойцов взял гитару, затянул патриотическую песню, ведь все такие сели, но разве можно такой народ победить? И потом осознание того, что у нас тут костер, мы можем душ принять, а те бойцы, которые два с половиной года в позиционной обороне стояли, немцы против наших, там они даже сигаретку зажечь не могли, потому что сразу прилеты артиллерийские были. Стойко перенесли погодные катаклизмы и бытовые тяготы все новички отряда. Под наставничеством опытных коллег им повезло обнаружить останки шестерых павших бойцов. Место гибели пулеметного расчета, на баннере вывозены кости, личные вещи, ну это в основном сторожение, щиток от пулемета «Максим», две гранаты, осколок был, да, прямо в позвонке, прямо из позвонка вытащили, а это вот место раскопа непосредственно. Большая удача найти медальон или какую-то личную вещь, которая сможет помочь установить имя погибшего, а значит дать родственникам возможность похоронить своего предка в родной земле. Найденных безымянных солдат, а их абсолютное большинство, хоронят с почестями на местном воинском мемориале. 7 мая наши поисковики по окончанию своей вахты тоже отдали им дань уважения, проводив последний путь. Когда мы участвовали на захоронении, было достаточно много поисковых отрядов, что тоже приятно было увидеть, и когда ты стоишь в составе своего поискового отряда, берет гордость, ты вложил силы, душу в то, чтобы найти, обнаружить останки бойцов и участвуешь в их захоронении, ну, мурашки по коже идут. Музей, для которого руководство регионального управления СКР выделило отдельное помещение, стал центром притяжения не только для сотрудников. Регулярно здесь проводят экскурсии для стывкарских школьников. Через экспонаты и живые рассказы бойцов отряда дети могут в буквальном смысле прикоснуться к памяти предков, которые отдали свои жизни, защищая их будущее. Один из старшеклассников, под сильным впечатлением от увиденного, попросил взять его в весеннюю экспедицию отряда. Теперь он тоже хранитель памяти.